Было такое дело. Вы мне позвонили, я ещё не знал, где вы. А вы говорите, я не раз слышал, что там была матушка, там магнитопон или что-то взяла. Я наружу вот так вот взял, только глянул. О, вот это вот такое вот дело. Наружу наблюдения, гляжу. А, вон как. Значит, вы туда. Я пошёл туда. Что ж случилось-то такое? Расскажи. Кто на что претендовал? Матушка претендует. Забрала здесь, хранилась сколько-то лет Даха, это, Игнатия, этого кого, Иакима. Отрезала от неё эти обшлага. Не пойму, что взяла? Ну, шубу взяла, шубу. А где она взяла её? Ну, здесь она хранилась. А чья шуба? Ну, матушка забрала у Иакима. Она у вас шубу когда-то на хранение оставляла? Оставляла шубу на хранение у Надежды Васильевны. Вы это подтверждаете, да? Ну, а как же? Ну, и дальше что? Забрала эту шубу. К ней к этой шубе ещё и капюшон от другого у Надежды Васильевны находилась там её. Ну? Ну, пошла со своим этим делом. Матушка, ну зачем же ты взяла? Ты же нам разрознила нашу шубу-то. А она взяла не свою шубу? Она шубу взяла, но не было капюшона на этой шубе. А она, которая оставляла, капюшон был. Моя, моя шуба, у меня капюшон был. Моя шуба, капюшон, она привязывает, то есть... То есть она надела не свою шубу или как? Она ничего не надела, она всё взяла в руки и пошла. И не отдам. Мне подарили, не отдам, мне подарили. Она взяла свою шубу, но взяла капюшон не свой. Вот чем. Только шубу-то она взяла без капюшона или как? С капюшоном. Но взяла капюшон не свой. У шубы не было капюшона. У меня... Ну, ещё это трудно было ещё-то отдать. Мой капюшон я ей дала. Она говорит, дай мне что-то на голову нанять. Я взяла и дала ей. Ну, чтоб она отдала мне. Любовь Николаевна говорит, вот шубка, а ты зачем отдала эту капюшон-то? Ну... Она... Я привезу... Нет. Это Надя мне подарила и всё. И она мой теперь. Любовь Николаевна... А у меня тут, чтобы-то... Кто-то подарил ей или как? Вы ничего не поняли. Надо записать. Чтоб вы поняли. Письмом. Ну, трудно было это как-то разместить у вас. А мне-то зачем позвонила? Я ещё мог сделать. А я подумал, какой-то магнитофон она взяла. Думаю... Да и какой магнитофон. Они привезли сюда. Стул. Называется он санитарный. Туалетный. И поставила в углярку. Ни с кем не согласовала. Ничего не это. Стул? Да. И сейчас он где? Ну, там в углярке. В углярку поставила. Она купила его. Купила. Я буду землей здесь жить. Ну, как так? На чужую территорию поставить? И теперь... Мне она не нужна. Ещё я должен делать. Она хотела приехать. Хочет приехать сюда и столом этим пользоваться. А мне, говорю, он не нужен даром. У меня есть свой. Туалет. Престол какой. Бьются, смотри, за престол какой-то. А здесь за... Будет или нет, она ещё жить в зиму, неизвестно. А стул купил. Я говорю, ну, вези ты его к себе туда, в потерявку. Нет, я сюда приеду. Ну, она может поставить окна вашего снаружи. А когда надо, возьмёт, затащит ее. Да он большой. Она занимает огромное место. Ну, у нас там, под окном, на улице-то она ещё мешает. Под окном зимой не ходит. Ну, ладно. Мне-то зачем позвонила-то, я не пойму. Я-то при чём тут? Чтоб ты помог отобрать капюшон у неё. Я сразу отвернулся, Люда, это... Стоит, Таня. И всё время какую-то шубу держит. А сама, гляжу, и два смех сдерживает. Три бабки столкнулись. У вас вместе-то соедините, она-то по 200... Да не надо её. По 200 лет попадёт-то. Ну да, 200 лет наберётся. И не можете поделить какое-то... Да никто ничего не делил. Собирай свою шубу, да и... Что надо, то с ней и делай. Ну, она поехала, хоть какую-то шубу взяла. Получилось так, что она была у следователя Фокина. Кто он там, какой-то адвокат. До вечера додержал он её. Привёз к поезду. И уехала с одной своей сумкой. Всё остальное осталось у той, которая возила её на машине днём. А что на машине-то возил? Зачем? Куда? В больницу или куда? Да никуда не возили. У Пенкина она была. Она там была. Ночевала там. Она не пришла. У Пенкина ночевала? Да. Это прямо чудо. Вот это Пенкина беда-то какая. Он в Потеряевке там был. У Надежды Васильевны зашёл ночью-то. А потом я не могу выковырнуть его оттуда. Я сказал, специальный дом, где Павло-то, там как гостиница мужская-то. И он ничего не... Дождь пошёл по линии. Там сколько? 15 километров по линии. Пришёл туда в Корчино, а там закрыто как сесть-то. Не работает вокзал. Но уже по-своему что было, я только с Надеждой Васильевна ночевать. Я его оттуда... Ну он один, один. У меня же там комната-то закрыта. На замок. Ну зачем нужен один, когда рядом мужское общежитие это? Ну он не любит с другими. Ну он не любит. Он с другими не хочет. Он один хочет. Как не хочет один? А был там где... Володя... Вчера-то где он был, это сказать? Ну, где он ночевал? Ну у меня же игровая комната отдельно. С моей стороны замок висит. А там другая дверь. Он в другую выходит. Ну сказали идти туда, там чтобы никого не было. Уже ни под какие виды не подчиняются. Один, одинокий. Но полностью своё. Нетронутое так и есть. Отвергнись себя, он этого вообще не знает. Мама умерла как-то. Мы стоим на крысе у батюшка. Она говорит, а моя мама здесь рядом, она стоит на крысе. То есть... Ну... Добрый человек. Не сквернословит, ничего. Но намертво закреплён на своём. Ну и она уехала, там аточка, довольная или недовольная? А мы не знаем. А кто знает? Мы её не видели больше. Ну, приедет она ещё сюда-то или нет? Или ей неохота уже сюда будет? На той неделе хочет приехать опять. Безукон говорит. А что у неё на сердце, это знает только Господь Бог. Мы ничего не знаем. Но уступить-то ей как-то нельзя было. Там все шубы отдайте с машинками-то. Ей не надо ничего больше. Ей только то, что она выбрала. Вот она вот что хочет, она выберет всё. Это моё, это мне подарили. А она подумает, это о вас так же. Ну, она сейчас вот у нас сидит на этом стуле. Она бы что-то сказала в твоё оправдание или нет? Она бы сказала, не мешай, я по-хохлатски поступаю. Я хохол. Хохол злой, да. Хохол злой, всё. Да, это так. Это неотразимый довод. Тут к этому никак. Не переделать уже нельзя, не заново родиться. Я хохол, поэтому сгиньте окаянное. Вот в армии, если он служит, хохол, я не знал, что это на голове оставляет, как вот у Тараса Бульбы, хохол. Ну, знали с Украины, что украинец, это другая нация, нет. Но хохол, ну и хохол, никак меня не касается. А говорили, он домой без дышки не поёт. Хоть и фрейтор, он должен заслужить. Вот, нигде с нас так не драли, там, говорится, деньги, как в Украине. Все страны Европы прошли, нигде такого не было. Отдай, дальше какой-то, 10 раз себя остановят, и всё равно деньги вытянуть. Вот поэтому сегодня у них такая, сегодня, там, суматоха. Да, действительно, её фамилия такая. Вы, если отдали капюшон, смысл забирать Тоню? Что? Капюшон, если дали, зачем забирать Тоню? Она говорит, я ночью пойду, там, на вокзале, может быть, меня никто не встретит, я хоть надену его тепло. Ну и что? А зачем забирали тогда? А? А зачем забирали капюшон Тоню? Так. Ну, потому что моя шуба. Я только о том думаю, не обиделась она поехала-то, это. Как она, молиться-то будет теперь? Мой капюшон. Всё, я разговаривал уже. Она поехала-то, как-то простились вы, или как? А то, как ей молиться-то? Нормально всё было, а тут люди какая-то. Нет, ненормально, она и пришла ненормально. Она забежала, просто отдайте мне шубу мою. Ну ладно, шубу ей отдали. Так она, давай ещё там требовать, давайте ещё мне вот ещё кто-нибудь. Давай, всё, чтобы дай. Да, давайте. Ну, отдай всё на этом, конец. Ну, по-другому-то никак, мы обойдёмся, у нас ещё тут есть где-то что-то. У неё целый мешок вещей. Она забрала у Пенкина. Что забрала? Мешок вещей забрала у Пенкина. И Таня ей эту, показывает шубу, которая на неё подходит. По объёму, по блине, с капюшоном всё. Да вот ты вот, надень вот эту шубу, и тебе будет тепло, хорошо. Да она ж едва ходит. Упала, убилась. Она совсем немощная. Что же такая сила-то отбирать что-то? Она добрая такая. Какая она добрая. Вы не были с ней рядом. Она работяга. Она работает на трёх обородах. Только и всё. Ах, какая, да. И когда вчера-то вы там не разбазарились, я не стал говорить. Да ещё котик чёрный туда выскочил. Без тебя разберутся. Иди домой. Вот. Ну и вы как? Просто она благословила вас или не то? Ничего и никак. Закрыла дверь и... Глаза даже вот так сбежались. Вот так. У неё? Ну да. Она такая же сонливая, как вы. Как вы могли так? Во сне подрались? Ничего, слава богу. Во сне никто не дрался. Три сонные бабки? И никто не дрался. А тебе сколько лет-то? Много. Семьдесят с тобой. Ну сколько? Семьдесят с тобой. Семьдесят два. Давай, с семьдесят два, да прикинем, восемьдесят пять. Сколько будет? Ну, это сто пятьдесят. Ну что, концерт закончим. И ей там будет. Ну, я сейчас это где-то 230 на троих. Да и восемьдесят три. Ей восемьдесят три, как тебе же. Вы, выровечники. Так, примерно так. Ну, ладно тогда. Говорить не о чем. Ну, сейчас-то вы знаете, когда приезжает Ашубу, прячьте сразу куда-нибудь под кровать или где. Ну, она не враг. Это точно, да? Она больной человек. Больной. Это у нее болезнь такая. Что надо что-то у кого-то взять. Или только дали ей, все, ты мне подарил. Ты мне подарил, все это мое. Там, где у нас черноплодка, там разная банкина, и там одежек этих, кучи. Когда мы покрывали сверху, чтобы целлофан не сгорал на шалаше, мы у нее и брали. А ей там гуманитарная помощь приходила, она там на крыше парилась. Там сколько ушло в землю. Но давать некому. Ну, что, сестры, все, однако. Я сейчас рулетку заглянул. Все.